Лето в сентябре. Жара не уходит из европейской части России, а вот за Уралом уже заморозки и дожди. Где прошел град и как долго тепло продержится в Москве? Свежие прогнозы у Вадима Заводченкова. В европейской России в ближайшие дни сохранится жара, а Сибирь не отпустит холод. Почему на западе страны задержалось лето, а за Уралом то заморозки, то град и нибудь, когда и там потеплеет? Актуальная метеоаналитика на телеканале Россия 24. Я Вадим Заводченков, ведущий специалист центра ФОБОС. Здравствуйте. Итак, сентябрь в европейской России стартовал с рекордной жары. Осень пока обживается лишь восточнее Урала. В воскресенье в эпицентре непогоды оказался Алтай. Улицы Барнаула утонули после сильного ливня. В отдельных районах Алтайского края выпал крупный град. Водителям даже пришлось вспомнить о навыках зимнего вождения. Машины сносило в кювет из-за слоя льда на дороге. Ненастья в Сибири было вызвано вторжением холодного воздуха. В результате сентябрь в регионе стартовал с локальных заморозков. К утру в воскресенье ниже минус двух опустились столбики термометров в Свердловской и Курганской областях. А Челябинский город Верхний Уральск вообще оказался самой холодной точкой России. Минус 4,4. К слову, здесь был повторен абсолютный рекорд минимальной температуры 2014 года. Холодный воздух более тяжелый. И атмосферное давление стало повышаться не только за Уралом, но и на европейской территории России. В Москве барометры показали 757,5 миллиметров ртутного столба, что на 10 миллиметров выше нормы. В 21 веке в начале осени такая значительная аномалия в столице зафиксирована впервые. И заморозки в Зауралии, и аномально высокое давление на русской равнине – следствие влияния на погоду антициклона. Воздух в таких очагах движется по часовой стрелке в Сибирь с северо-востока, из Арктики, а в центр страны с юго-востока и Средней Азии. Так что одновременно с рекордными заморозками в стране наблюдался и экстремальный перегрев. Во многих городах, например, Воронеже, Курске, Орле, впервые за весь период наблюдений столбики термометров поднялись до плюс 31-33 градусов. Сегодня ситуация в атмосфере существенно не изменится. На русской равнине сохранится аномальная жара. Освежающие ливни ожидаются лишь на северо-западе, а на юг Сибири вслед за холодным фронтом продолжит поступать арктический воздух. И здесь опять не обойдется без дождей. В Новосибирске погода наладится лишь к среде. В начале недели прохладно. Днем плюс 12, плюс 15. Затем воздух станет прогреваться лучше и температурный режим приблизится к норме. В Москве самая высокая вероятность ливня и гроз во вторник и четверг. Сегодня-завтра после полудня около плюс 25. Затем жаркая аномалия еще больше усилится. Плюс 27-28. А у меня на этом все. О том, какая температура будет сегодня в других городах России, сразу далее. Интересуйтесь погодой. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok